всем привет предлагаю вашему вниманию такой жакет этот жакет вяжется очень просто отдельно вязала спинку отдельно полочки полочки вяжутся прямые вывязывается только пройма и на четырех пуговицах рукава связала методом точного рукава вязала окат затем сшила по боковым швам и дальше рукава вязала уже по кругу рукав связан резиночкой 2 на 2 пряжа merino gold мадам трикоте это пряжа тоненькая в 100 граммах здесь всего 400 метров и состав 60 процентов мериносовая шерсть 40 процентов акрил color 059 здесь рекомендует производитель крупные спицы по моему четверка 4 4 с половиной но пряжа очень тоненькая 400 метров 100 граммах это очень мало поэтому я вязала спицами номер два и также использовала крючок номер два для сшивания для соединения по боковым швам полочки со спинкой здесь получается сшивается только по боковым швам и по открытым петлям я соединила плечи плечевые швы больше швов нет значит вязала на размер 50 и пряжи у меня ушло четыреста двадцать граммов все предлагаю вам посмотреть как я его вязала приятного просмотра вязание жакета я начала как обычно я начинаю изделия сшивные начала вязать со спинки спинку я уже связала и и как ее вязать я показывать не буду я покажу на примере полочек потому что здесь все что вывязывается это только проймы как я их вывязывая сейчас скажу и на примере полочек это тоже самое левая и правая полочка здесь будет одно и то же поэтому два раза одно и то же я не стала показывать как вязала и сколько петель набирала я конечно же все это сейчас расскажу в жакете у меня будет два узора это резинка 2 на 2 и узор двусторонний соты этот узор точно такой же как соты который на 8 петель но я изменила середину середине провязывала изнаночные если соты вяжутся все петли лицевыми обычный узор соты то здесь я вязала серединку изнаночными петлями для того чтобы этот узор и с лица и с изнанки выглядел одинаково самой схемы узора я искала в интернете но не нашла чтоб была такая набирала и двусторонние соты и разные запросы делала не нашла такую схему хотя скорее всего она наверное должна быть как я сделала сначала я нашла вот такой узор он называется вафли в интернете по сути это тоже самое как я вязала только я увеличила его в два раза что это значит в этом узоре раппорт составляет 4 петли у меня он составляет 8 как вязать образец я конечно сейчас покажу у меня составляет 8 петель высоту в этом узоре раппорт 7 рядов у меня 12 рядов суть узора в том что перекрещивание петель я делаю в третьем и в девятом все остальные сколько есть рядов оставшиеся от 12 рядов раппорта высоту провязываются по узору как смотрят петли в этом узоре перекрещиваются две петли 1 лицевая 1 изнаночная я перекрещивала 2 лицевые 2 изнаночные вот вся разница и так для образца узора я наберу я не буду набирать резинку как вязать резинку 2 на 2 я думаю все умеют для образца этого узора я наберу 3 раппорта и 2 кромочные 3 раппорта по 8 петель это 24 и 2 кромочные 26 петель так я набрала 26 петель вы для образца набирайте больше я набрала просто чтобы быстрее вязать 3 раппорта для образца наберите где-то 5-6 раппорта ширину и я провяжу 12 раппортов высоту первый ряд кромочную снимаю вязание ряда начинается с двух изнаночных 1 изнаночная 2 изнаночная дальше чередуется 4 лицевые 4 изнаночные 1 2 3 4 лицевых 4 изнаночных 1 2 3 4 повторяем 4 лицевых 1 2 3 4 повторяем 4 лицевых 1 2 2 2 изнаночных 1 2 2 изнаночных 1 2 2 изнаночных 1 2 и кромочные то есть первый ряд начинается с 2 изнаночных и заканчивается двумя изнаночными середине ряда чередуется 4 лицевых 4 изнаночных второй ряд все петли вяжутся по узору 2 лицевых 4 изнаночных 4 4 лицевых 4 изнаночных 4 лицевых 4 изнаночных 2 лицевых кромочная изнаночной третий ряд в третьем ряду выполняются перекрещивания петель кромочную снимаю следующие 4 петли нужно перекрестить с наклоном вправо для этого перевожу нить рабочую перед работой и за работой снимаю 2 изнаночные петли на правую спицу не провязывая затем нить у меня перед работой провязываю две петли следующие лицевыми завожу левую спицу за работу и подхватываю левой спицей снятые петли правую спицу из правой спицы снимаю 4 петли снятые и провязанные и обратно надеваю на правую спицу провязанные петли то есть поменяла их местами лицевые и изнаночные меняем местами теперь провязываете 2 изнаночные петли также точно изнаночными первое перекрещивание поменяла местами лицевые и изнаночные с наклона вправо следующие 4 петли нужно перекрестить с наклоном влево 2 лицевые петли переснимаю не провязывая перед работой нить за работой следующие 2 изнаночные петли провязываю изнаночные петли провязываю изнаночными 12 левой спицей перед работой подхватываю снятые петли снимаю 4 петли с правой спицы и 2 возвращаю провязываю 2 лицевые и повторяю 2 изнаночные снимаю за работой нить перед работой сняла 2 лицевых за работой подхватываю снятые петли снимаю все 4 петли с правой спицы и 2 провязанные которые возвращаю на правую спицу 2 изнаночные перекрестила с наклоном влево следующие 4 вправо следующие 4 петли перекрестить с наклоном влево лицевые петли 2 снимаю на правую спицу перед работой нить за работой провязываю следующие 2 изнаночные петли изнаночными перед работой левой спицей подхватываю не провязанные 2 лицевых снимая 4 петли с правой спицы 2 возвращаю провязываю 2 лицевых следующие 4 петли перекрестить с наклоном вправо 2 изнаночные петли снимаю за работой провязываю 2 лицевых левой спицей за работой подхватываю не провязанные 2 петли снимая 4 петли со спицы и возвращаю провязанные петли на правую спицу 2 изнаночных следующие 4 петли перекрестить с наклоном влево 2 петли лицевых снимаю на правую спицу перед работой нить за работой провязываю 2 изнаночные петли снятые петли возвращаю на левую спицу перед работой и провязываю их лицевыми кромочные изнаночные четвертый ряд все петли по узору кромочную снимаю 2 изнаночные петли 4 лицевых 4 изнаночных 3 4 4 лицевые 4 изнаночные 4 лицевые 2 изнаночные кромочная изнаночной 5 ряд все петли по узору кромочную снимаю 2 лицевых дальше чередую 4 изнаночных 4 лицевых 4 изнаночные 1 2 3 4 4 лицевых 1 2 3 4 4 изнаночных 4 изнаночных 2 лицевых 5 ряду из-за того что мы перекрестили поменяли местами лицевые и изнаночные петли по узору кроме кромочные теперь начинается с двух лицевых ряд и заканчивается двумя лицевыми шестой ряд как смотрят петли кромочную снимаю 2 изнаночные 4 лицевые 4 изнаночные 4 лицевые 4 изнаночные 4 лицевые 2 изнаночные 4 изнаночные кромочные 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 7 ряд как смотрят петли кромочную снимаю 2 лицевых 4 изнаночных 4 лицевых 4 изнаночных 4 лицевых 4 изнаночные 2 лицевые петли в конце ряда кромочная вся кромочные 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 текущие кромочные pénантаны хотят 4 изнаночных 4 лицевых 2 изнаночных кромочная в девятом ряду снова нужно сделать перекрещивание петель кромочную снимаю 2 петли лицевые снимаю перед работой нить за работой провязываю 2 изнаночные петли левой спицы перед работой подхватываю 2 лицевые снимаю 4 петли со спицы с правой и 2 возвращаю 2 провязанные петли возвращаю на правую спицу провязываю которые снимала петли 2 лицевых перекрестила с наклоном влево следующие 4 петли перекрестить с наклоном вправо 2 изнаночные петли снимаю за работой нить перед работой провязываю 2 лицевые петли левой спицы за работой подхватываю снятые не провязанные петли снимаю справа спицы все 4 и 2 провязанные возвращаю на правую спицу провязываю не провязанные 2 изнаночные следующие 4 петли перекрестить с наклоном влево 2 лицевых петли снимаю перед работой 2 изнаночные провязываю перед работой подхватываю левой спицы не провязанные петли снимаю 4 петли с правой спицы и возвращаю 2 провязанные на правую спицу 2 лицевых следующие петли перекрестить с наклоном вправо 2 изнаночные петли снимаю за работой нить перед работой 2 лицевые провязываю левой спицей за работой подхватываю не провязанные петли снимаю 4 петли с правой спицы 2 провязанные 2 провязанные возвращаю на спицу на правую провязываю 2 изнаночные петли следующие 4 петли перекрестить с наклоном влево 2 лицевых снимаю на правую спицу перед работой провязываю 2 изнаночные левой спицы перед работой подхватываю снятые петли с правой спицы снимаю все 4 2 провязанные возвращаю 2 лицевые следующие 4 петли перекрестить с наклоном вправо 2 изнаночные петли снимаю за работой нить перед работой 2 лицевых петли левой спицей за работой подхватываю непровязанные петли не провязанные петли снимаю все четыре со спицы с правой и 2 провязанные возвращаю на спицу 2 изнаночные кромочные здесь легко запомнить если на левой спице следуют изнаночные петли то они снимаются за работой если идут лицевые петли они снимаются перед работой и так всегда лицевые перед работой снимаются изнаночные за работой 10 ряд все петли по узору кромочную снимаю 2 лицевые 4 изнаночные 4 лицевые 4 изнаночные 4 лицевых петли 4 изнаночных 2 лицевых кромочная 11 ряд все петли по узору кромочную снимаю теперь опять лицевой ряд начинается с с двух изнаночных 2 изнаночные 4 лицевых 4 изнаночных 4 лицевых 4 изнаночных 2 изнаночных 2 изнаночных то есть после второго перекрещивания опять лицевой ряд начинается с двух изнаночных заканчивается двумя изнаночными на протяжении ряда чередуются четыре лицевых 4 изнаночных и последний 12 ряд раппорта высоту провязывается также как смотрят петли 2 лицевые и дальше 4 изнаночные 4 лицевые 4 изнаночных 4 лицевых 4 изнаночных 4 лицевых 4 изнаночных 2 лицевые кромочная все все 12 рядов раппорта высоту провязаны и дальше узор повторяется с первого ряда провязав необходим небольшое количество примерно два три раппорта высоту можно сделать уже расчеты я делала расчет на ширину спинки 50 сантиметров как я рассчитала по краям у меня идет резинка 2 на 2 и в начале вязания и в конце резинка в ширину у меня занимает по пять сантиметров если растянуть немножко сейчас она стянулась но после стирки все расправится 5 сантиметров с этой стороны 5 сантиметров с этой стороны это минус 10 сантиметров от 50 и мне нужно было рассчитать 40 сантиметров средней части я рассчитала что 40 сантиметрах у меня помещается основного узора 12 раппортов и рассчитала 12 умножила на 8 получилось 136 петель на резинку у меня в начале и в конце по 18 петель 18 здесь и 18 здесь и того я набирала на спинку сто семьдесят четыре петли это кромочная затем 18 петель резинки 2 на 2 затем 136 петель основного узора 18 петель резинки 2 на 2 и 1 кромочная и того 174 петли так я провязывала ровное полотно до пройм ничего не прибавляя не убавляя всего высоту провязала от начала 130 рядов в длину получилось у меня полотно от начала вязания до начала вывязывания пройм 35 сантиметров дальше я начала убавлять в начале лицевом ряду вязания начале ряда и провязывала ряд до конца разворачивалась на изнаночную сторону с изнаночной стороны такое же количество петель закрывала для проймы с каждой стороны я убавила по 16 петель провязав эти ровно 130 рядов я начала отсчет где начала убавлять на пройму с первого ряда итак в первом ряду я закрыла с каждой стороны по 4 петли в третьем ряду по 3 петли в пятом ряду еще три петли в седьмом ряду 2 петли в девятом ряду 2 петли в одиннадцатом ряду одну петлю и в тринадцатом ряду одну петлю и дальше уже без убавления и прибавлений провязывала полотно ровно всего провязала семьдесят четыре ряда высота проймы у меня получилось 20 сантиметров общая длина теперь 55 сантиметров и на этом я вязание спинки закончила и сняла на дополнительные спицы пока чтобы потом закрывать по открытым петлям плечи сшивать то есть все вот так я связала спинку и теперь на примере полочки я покажу как закрывать эти проймы и сколько я набирала на полочку я довязала уже ровное полотно полочки до начала вывязывания пройм и сейчас скажу как я ее рассчитала так спинку сначала значит здесь у меня по ширине как я сказала всего 12 рапортов основного узора и резинки у меня было по 18 петель по 2 осталось с каждого края кро по одной кромочной по 2 с каждого края еще от резинки осталось остальные 12 петель 12 рапортов узора 136 петель их на пройме я не убавляла то есть они остались все целыми я рассчитала так что на плечо у меня будет оставлено 5 рапортов на горловину 7 и на второе плечо тоже опять для полочки я набрала резинку также точно как и по спинке и 5 рапортов плеча и 7 рапортов горловины то есть без одного плеча чтобы полочка была широкая и также я добавила с центральной стороны по краю еще пять петель резинки один на один с краю вязала чтобы край был более ровным потому что этот узор если край никак не оформлять он немножко вот так волной идет поэтому я добавила еще 5 петель резинки один на один и вязала двойную кромочную петлю и того на полочку я набирала это у меня левая полочка 12 петель резинки 2 на 2 расположены со стороны шва а резинка один на один со стороны центра передней части и так левая полочка набирала 122 петли в них входит кромочная петля 18 петель резинки 2 на 2 дальше 12 рапортов узора это 96 петель в конце 5 петель резинки 1 на 1 и двойная кромочная резинку 2 на 2 я начинала провязывать с двух лицевых и заканчивается она тоже двумя лицевыми резинка один на один по лицевой стороне тоже начинается с одной лицевой и заканчивается тоже лицевой лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая 5 петель и двойная кромочная петля также точно вязала эти сто двадцать две петли ровно до начала вывязывания проем точно так же как на спинке и сейчас я покажу как я закрывала петли на спинке и как я буду закрывать их на полочке и так на левой полочке вывязывание проймы начинается по лицевой стороне в начале ряда в первом ряду так же как по спинке сказала мне нужно закрыть 4 петли кромочную снимаем следующую провязываю лицевой протягиваю через предыдущую петлю закрыла одну петлю следующую провязываю лицевой протягиваю через предыдущую две петли следующую тоже лицевой провязываю все петли провязываю лицевыми и протягиваю через предыдущую это три петли и четвертую провязываю лицевой и протягиваю через предыдущую петлю дальше провязываю ряд до конца провязываю резинку петли основного узора в этом ряду по рапорту высоту у меня основной узор 11 ряд сейчас я провяжу этот ряд до конца и в конце ряда следующего изнаночного подключу в конце первого ряда я провязываю теперь петель о которых я говорила лицевая изнаночная лицевая изнаночная и лицевая двойную кромочную в конце ряда предпоследнюю петлю я снимаю не провязанной нить перед работой последнюю провязываю изнаночной следующем ряду это изнаночный ряд второй ряд проймы эту снятую петлю я провязываю лицевой кромочную снимаю снятую петлю провязываю лицевой и так каждый ряд в нечетном ряду предпоследнюю петлю в конце ряда снимаю в четных рядах вторую петлю провязываю лицевой с этой стороны просто кромочную провязываю здесь не не двойная кромочная со стороны шва нет двойной кромочной двойная кромочная только по центру идет это как планка и дальше провязываю все как у меня идет по узору провязываю резинку и провязываю это у меня основного узора получается 12 ряд раппорта довязываю этот ряд до конца в конце второго ряда последнюю петлю снимаю не провязанной разворачиваю вязание третий ряд проймы в этом ряду мне нужно закрыть 3 петли первую снимаю вторую петлю снимаю и протягиваю через предыдущую одну петлю закрыла следующую петлю провязываю лицевой протягиваю через предыдущую это две петли следующую провязываю лицевой протягиваю через предыдущую еще три петли закрыта довязываю ряд до конца довязываю третий ряд еще раз я покажу как в конце резинку провязываю предпоследнюю петлю снимаю непровязанной нить перед работой последнюю провязываю а в начале изнаночного ряда эту снятую петлю я провязываю лицевой первую кромочную снимаю вторую провязываю лицевой и дальше довязываю ряд до конца конце четвертого ряда также я последнюю петлю снимаю непровязанной разворачиваюсь на лицевую сторону и в пятом ряду также закрываю еще три петли первую снимаю вторую петлю снимаю и протягиваю одну через другую одна петля закрыта следующую провязываю лицевой протягиваю через предыдущую и третий раз провязываю лицевой протягиваю через предыдущую и так я закрыла 4 3 и 3 точно так же я закрою еще 2 в седьмом ряду в девятом еще раз 2 в одиннадцатом одну петлю и в тринадцатом одну и так я закрыла 4 3 3 2 2 2 и 1 сейчас у меня тринадцатый ряд от начала проймы и мне осталось закрыть одну петлю предыдущем изнаночном ряду я последнюю петлю также снимала не провязывая и теперь в тринадцатом ряду я ее снимаю снимаю следующую петлю и также протягиваю через предыдущую так я закрыла еще одну петлю все у меня осталось эта петля кромочная теперь будет и остается от резинки две лицевые петли их я буду дальше также вязать ровно дальше у меня идет 12 рапортов основного узора их я провязываю а в конце ряда без изменений все точно также 5 лицевых 5 петель резинки и двойная кромочная с этой стороны изменений нет на левой полочке только убавляется пройма в начале ряда и так сейчас я довяжу этот 13 ряд и потом ровно уже без убавлений буду вязать просто ровным полотном еще 61 ряд также как на спинке всего от начала проймы нужно провязать до конца полочки семьдесят четыре ряда правая полочка вяжется в зеркальном отражении левой разница в том что левая полочка начинается с 18 петель резинки 2 на 2 и заканчивается пятью петлями резинки 1 на 1 здесь наоборот ряд начинается лицевой 2 кромочные 5 петель резинки 1 на 1 затем также 12 рапортов узора 96 петель и 18 петель резинки 1 на 1 и 1 кромочная со стороны шва 1 кромочную вижу всего также 122 петли провязала 130 рядов ровно и начну вывязывать пройму на левой полочке я вывязывала начале ряда в лицевом ряду на правой вывязывается во втором ряду то есть в изнаночном первый ряд провязываю без изменений начало сейчас покажу кромочную снимаю предыдущем ряду предпоследнюю петлю я снимала это двойная кромочная в этом ряду я ее провязываю затем провязываю 5 петель резинки 1 на 1 начиная с изнаночной изнаночная лицевая изнаночная и затем продолжаю вязать основной узор довязываю до конца ряда второй ряд проймы первую петлю снимаю следующую провязываю изнаночной и протягиваю ее через предыдущую петлю одну петлю закрыла следующую петлю провязываю изнаночной протягиваю через предыдущую две петли закрыла и третью петлю провязываю изнаночной протягиваю через предыдущие 3 петли следующую также четвертую провязываю изнаночной протягиваю через предыдущую то есть на левой полочке а по лицевой стороне когда закрывала провязывала их лицевыми и протягивала через предыдущую здесь когда закрываю в изнаночном ряду я провязываю их изнаночными и протягиваю через предыдущую это второй ряд трой проймы довязывая его до конца в конце второго ряда предпоследнюю петлю снимаю не провязанной последнюю провязываю изнаночной в третьем ряду первую снимаю вторую провязываю лицевой затем 5 петель резинки один на один довязываю этот ряд до конца конце третьего ряда последнюю петлю снимаю не провязанной разворачиваю вязание в четвертом ряду проймы мне нужно закрыть еще три петли первую петлю снимаю следующую тоже снимаю протягиваю через предыдущую одна петля следующую петлю провязываю изнаночной протягиваю через предыдущую две петли закрыла и следующую петлю провязываю изнаночной протягиваю через предыдущую 3 петли закрыла и продолжаю вязание также как я показывала и точно так продолжаю закрывать петли по пройме как на левой полочке то есть 4 3 3 2 2 1 и 1 закрою пройму и провяжу высоту проймы от начала семьдесят четыре ряда и так после того как полочка довязана на всю длину можно сшить плечи для этого со стороны плеча и на полочке и на спинке я отделила по 43 петли оставшиеся петли закрыла на горловине закрыла обычно способом как закрывала сейчас покажу на примере спинки теперь одно плечо я уже закрыла вот такой шов с обратной стороны он выглядит вот так для этого нужно сложить спинку и полочку лицевыми сторонами друг другу на спинке я тоже отделила 43 петли маркером отметила и на полочке лицевыми сторонами друг другу складываю плечо вот со стороны проймы и соединяю это плечо я сначала соединила потом закрыла оставшиеся петли полочки на горловине на спинке пока петли открыты на второй полочке я закрыла петли кроме этих 43 и теперь буду соединять второе плечо а уже потом закрою петли горловины на спинке вот я когда закрывала оставила ту петлю последнюю которая закрывала и дальше продолжу после сшивания плеча закрывать сейчас нужно сшить второе плечо сшивая по открытым петлям и так нить у меня рабочие на дальней спице первую петлю с дальней спицы я снимаю с первой спицы провязываю первую петлю лицевой тоже ее снимаю и протягиваю через первую снятую то есть одновременно закрываю петли и теперь подхватывая с первой и со второй спицы по одной петли одновременно провязываю их лицевыми с 1 спицы беру петлю со второй подхватываю тоже петлю и через обе петли протягиваю провязываю лицевую петлю снимаю с обоих спиц и протягиваю через предыдущую и так закрываю все петли с первой спицы со второй провязываю лицевой снимаю протягиваю через предыдущие затягивать не нужно с первой со второй провязываю лицевой снимаю обе петли провязаны протягиваю через предыдущую итак закрываю все петли когда все петли закрыты осталось закрыть петли горловины спинки не выворачивая также на лицевую сторону по лицевой стороне буду закрывать закрываю петли обычным способом если идет лицевая провязываю лицевой и протягивают через предыдущую петлю следующая тоже лицевая протягиваю лицевой лицевая протягиваю через предыдущую лицевая протягиваю через предыдущую следующее идет дальше 4 изнаночные их провязываю изнаночными изнаночной провязала протянула через предыдущую изнаночная протянула и так закрываю все петли горловины после того как сшили плечи закрыли горловину спинки и полочек приступаем к вязанию рукавов один рукав я уже связалась сейчас на примере 2 рукава покажу как я увязала вязала рукав имитации вточного рукава резинкой 2 на 2 сначала связала окат потом соединила боковую часть спинку и полочку и дальше рукав уже вязала по кругу на всю длину длина рукава вот до ладони и так приступаю к вязанию 2 рукава вязать рукав начинаю от центра то есть середина плеча для этого сначала я маркерами обозначила петли которые закрывала по пройме с обоих сторон кроме тех которые где закрывала по одной петле то есть 4 3 3 2 2 и в последнюю поместила маркер то же самое со второй стороны 4 3 3 2 2 в последнюю поместила маркер и от центра от считала вот это первая центра вот вправо и влево 1 2 3 4 5 6 в седьмую поместила маркер в эту сторону то же самое в седьмую поместила маркер с этой стороны 6 петель и с этой стороны 6 петель будет начало моего оката рукава в эти 12 кромочных я набираю 16 петель набираю следующим образом рабочую нить закрепляю в седьмом маркере за заднюю стеночку просто протягиваю нить и завязываю потом я ее кончик этот спрячу в конце вязания и начинаю набирать в эти 6 петель набираю так из первой кромочной вытягиваю одну петлю из следующей еще одну то две петли после этого делаю накид дальше еще три петли из каждой кромочной одна петля из кромочной и следующий вторая петля и следующий 3 и делаю еще один накид и следующая кромочная в которая меня маркер также вытягиваю одну петлю это середина и теперь в обратном порядке точно так же в зеркальном отражении набираю из первой кромочной одна петля накид затем 3 петли из каждой кромочной 1 и следующий 2 и следующий 3 накид и еще 2 1 петля из кромочной и следующий еще одна все в 12 кромочных я набрала 16 петель и теперь я буду провязывать поднимая по одной петле из каждой кромочной в каждом ряду провязывая лицевой и изнаночный ряд это первый ряд лицевой здесь уже первую петлю я поднимаю и следующий кромочный одна петля теперь я разворачиваюсь на изнаночную сторону и во втором ряду уже формирую узор резинку 2 на 2 так чтобы у меня в середине было 2 лицевых петли я уже посчитала как это будет кромочную снимаю 1 изнаночная дальше 2 лицевых накид и провязываю скрещенными петлями 2 изнаночных 2 лицевых 2 изнаночных 2 лицевых 2 изнаночных 2 лицевых 1 изнаночная это изнаночная сторона поэтому здесь из кромочной я буду поднимать изнаночной петлей также подхватываю кромочную подобие стенки и провязываю изнаночную петлю разворачиваю вязание на лицевую сторону и дальше также буду вязать провязывая лицевой ряд изнаночной в лицевом ряду из каждой кромочной в конце ряда я буду поднимать одну лицевую петлю в изнаночном ряду из в конце ряда также из каждой кромочной одну изнаночную петлю сейчас я еще два ряда покажу лицевой изнаночной первую петлю снимаю дальше все все ряды уже будут идти по узору здесь уже видно где лицевая там лицевую вяжем где изнаночная там изнаночная те петли которые набираем из кромочных новые вводим по узору то есть чтобы чередовались 2 лицевые 2 изнаночные провязываю лицевой ряд чередуя 2 лицевые 2 изнаночные и в конце ряда и следующий кромочной подхватывая за обе стеночки провязываю лицевую петлю разворачиваю вязание на изнаночную сторону и также провязываю по изнаночной стороне первую петлю снимаю остальные провязываю по узору здесь уже 2 изнаночных начале ряда 2 лицевых провязываю 2 лицевые 2 изнаночные до конца ряда и в конце ряда из следующей кромочной провязываю изнаночную петлю и снова разворачиваюсь на лицевую сторону и так провязываю прибавляя как я сказала в конце ряда по одной петли из кромочной вытягивая по всем кромочным до маркеров с этой стороны и с здесь одинаковое количество кромочных до этих маркеров провязываю и так я довязала рукав до маркера подняла все петли и теперь я буду поднимать также каждом ряду но уже не по одной петле а так как я закрывала их по пройме по пойме я закрывала 4 3 3 2 2 поднимать буду в обратном порядке 2 2 3 3 4 так вот лицевой ряд я провязала до маркера и вот их видно это косичка которые которая образовалась при закрытии петель по пройме из этой косичке и поднимая петли 1 и 2 точно также разворачиваюсь на изнаночную сторону и также точно провязываю изнаночный ряд первую петлю снимаю остальные провязываю по узору 2 лицевые 2 изнаночные до конца ряда конце изнаночного ряда также маркер снимаю и здесь можно провязать изнаночными с этой стороны а можно развернувшись поднять их лицевыми 2 изнаночные также точно повторяю дальше сейчас буду провязывать лицевой в лицевом ряду как я сказала подниму 2 в изнаночном 2 потом 3 3 3 3 4 4 я подняла все петли и на этом вязание оката закончена дальше я буду вязать рукав по кругу но сначала я соединю спинку с полочкой складываем лицевыми сторонами внутрь спинку с полочками и соединяла я с помощью крючка соединительными столбиками и так подхватывая кромочные одну с полочки одну со спинки соединяются не соединительным столбиком за обе стеночки кромочную полочки и за обе стеночки кромочной спинки вытягиваю нить протягиваю через предыдущую петлю провязываю соединительный столбик и продолжаю подхватывая по одной кромочной от полочки от спинки провязываю соединяю их соединительным столбиком одну с полочки одну со спинки вытягиваю нить протягиваю не затягивая одну с полочки одну со спинки соединяю крючком номер два и так соединю полностью до конца до рукава я соединила полочку со спинкой с изнаночной стороны получается вот такой шов косичкой аккуратный с лицевой стороны шов практически не видно все теперь остается провязать на длину такую же как первый рукав я вязала и буду делать убавление сейчас я буду вязать эти девяносто восемь петель по кругу способом magic loop и убавление начну делать десятом ряду 9 рядов провяжу и начиная с 10 ряда я буду убавлять по 2 петли в ряду в начале и в конце ряда вначале первую петлю я провязываю лицевой и последняя тоже лицевая убавление делала так на первом рукаве одну петлю в начале ряда провязала следующие две вместе в конце ряда точно также перед последней петлей 2 вместе затем последняя лицевая то есть начале ряда 1 петля убавляется и в конце ряда и таких убавлений по рукаву я сделала 9 раз с этой стороны начале и в конце ряда убавляла по одной петли 9 раз в каждом десятом ряду то есть десятом двадцатом тридцатом сороковым и так далее последнее убавление сделала в девяностом ряду и затем у меня получилось 18 петель я убавила за 9 раз и осталось у меня 80 петель эти 80 петель затем я уже просто ровно вязала после 90 ряда и всего от начала вязание по кругу у меня провязана по рукаву 140 рядов провязала эти 140 рядов и закрыла иглой эластичным способом как закрывать я на этой пряжи уже показывать не буду она тоненькая видно плохо я оставлю ссылочку на свое видео в котором я показывала как закрывать таким способом резинку 2 на 2 сейчас я провяжу второй рукав точно так же как провязывала 1 2 рукав довязан и на этом вязание жакета закончена я уже его постирала после того как связала 2 рукав заправила все кончики постирала и пришила пуговицы пуговицы пришила 4 на правую полочку 4 пуговицы и с обратной стороны пришила кнопочки также пришила две пуговицы на воротник вернее на отворот все мой жакет готов если вам понравилось свяжите его вместе со мной а я буду прощаться спасибо что посмотрели и до новых видео для этих видео да да это да 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 не